Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Фатима Буталибова. И сегодня в выпуске. COVID-19 снова вносит свои поправки. Сергей Меликов подписал постановление о вводе ограничительных мер в республике. Отсутствие спортплощадок и другие вопросы. Жители поселка Ленинкент просят власти обратить внимание на их проблемы. Графика как искусство. В столице проходит выставка дагестанской художницы Жанны Колесниковой. О чем она, смотрите в нашем выпуске. В Дагестане вновь вводятся ограничительные меры. Постановление подписал в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. С 21 июня действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Он вводится на 14 дней. Отметим, что ограничения не будут касаться граждан, которые прошли полный курс вакцинации. Помимо этого, с сегодняшнего дня в регионе введен запрет на проведение торжественных и развлекательных мероприятий, за исключением открытых веранд с числом участников не более 150 человек. Также запрещена работа Организации общественного питания с 23.00 до 6 утра. Хищение электроэнергии на 30 млн. рублей. Две незаконные майнинг-фермы были выявлены энергетиками в Кизелюртовском районе в ходе совместных рейдов с силовиками. На любительской съемке видно несколько помещений, в которых размещено оборудование для выработки криптовалюты с множественными проводами. Всего с начала года было выявлено 13 случаев хищения на общую сумму более 35 млн. рублей. В центре поселка Ленингкен собралось более 150 местных жителей. Они просят власти построить им спорткомплекс. Земля, предназначенная на эти цели, уже имеется. Однако дело в том, что камнем преткновения оказались два участка, которые, по словам местных жителей, незаконно передали в частную собственность. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Строительство здесь спорткомплекса Ленингкенцы добиваются около 50 лет. 6 гектаров на это было выделено еще в СССР. Однако, пока жители были в ожидании объекта, часть земель недобросовестные чиновники успели распродать. Отстроили вот верхнюю улицу. Его не было. Вот эту верхнюю улицу на данной территории. Нижнюю улицу потихоньку отстроили. Кем-то выделили. Значит, осталось вот теперь то, что мы и стоим. Сейчас под спортшколу оставлено около 3 гектаров. Активисты поселка говорят, появился шанс наконец-то построить объект. Власти готовы, есть и инвесторы. Однако, вновь возникли непредвиденные обстоятельства. Выяснилось, что два участка из оставшейся ранней земли были переданы в частную собственность. Главный вопрос в любом строительстве, в любом проекте – это земля. Чтобы земля была. Вот основа земля. А с землей здесь бардак. В мэрии Махачкалы говорят, они в курсе ситуации. Проходит проверка и подняты архивы. Поясняют, что в рамках закона постараются вернуть участки в муниципальную собственность. Сейчас идет изучение архивных материалов. Если это все незаконно, а скорее всего это незаконно, потому что данный проект был формирован для размещения спортивного комплекса. Поэтому там оказался как-то частный сектор. Поэтому будем рассмотреть, изучить материал. Постараться вернуть в собственность муниципальное образование. Население поселка растет с каждым годом. Здесь проживает более 40 тысяч человек. Активисты говорят, в Ленинкенте практически нет мест для досуга молодежи. Здесь говорили, где-то 80% дети. Они же должны чем-то заниматься. Поэтому мы же говорим, что наркотики. Конечно, будут наркотики. В Ленинкенте земельная проблема стоит остро. Даже власти признают, что найти в поселке свободный клочок земли – задача не из легких. За два года мэрия возвратила из незаконной собственности более 200 гектаров. Работы будут продолжены, обещают власти. Ситуация по всему Ленинкенту очень напряженная. Потому что все земли, из которых бывшего ГОПа, МОПа, значит, Ленинкентский, это общая площадь 3,5 гектара, тысячи гектаров. Они на сегодняшний день все находятся у разных правопользователей, в определенных правах. То есть свободных территорий практически нет. Местные ребята, спортсмены признаются. Они очень ждут этого комплекса. Заниматься любимым делом таким стало бы в разы легче. Не пришлось бы ехать в центр Махачкалы, тратить время, деньги и нервы. Нам нужен народный стадион! По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Мэр Махачкалы вручил ключи от новых квартир шести семям переселенцев из Ветховжия. Аварийные дома находились по улице Пушкина, 26 и проспекту Гамидова, 11А. Салман Дедаев сообщил, что все нарушения, допущенные в ходе строительства, уже устранены. Несмотря на то, что внешние добротные, симпатичные дома, внутри были определенные проблемы. Газ не подключен, электричество по какой-то кривой временной схеме, с водой были поставлены перебои, с отоплением были перебои в зимний период. В поддержке Сергея Алимича Меликова, который очень подробно занимается, в том числе и проблемами переселенцев, мы практически все проблемы там сегодня уже, из которых я перечислил, устранили. Проектирование и строительство 130 социальных объектов запланировано в текущем году в Дагестане. Эти вопросы обсуждали на заседании Совета по развитию градостроительства и архитектуры, который провел в режиме видеоконференц-связи Сергей Меликов. Говорили о строительстве объектов водоснабжения и водоотведения. Руководитель региона отметил, что с их возведением сегодня сопряжены образование, туризм, медицина, сельское хозяйство и развитие дорог. Мы должны с пониманием подходить к тому, что мы сегодня ни одну отрасль развивать не можем, если мы не создадим инфраструктурной поддержки, развитию тех или иных областей. По словам руководителя региона, ситуация с количеством построенного жилья в республике неплохая. Однако есть проблема, связанная с переселением из ветхого жилья. Также глава республики остановился на вопросах реализации программ по обеспечению жильем молодых семей, проблеме перехода от точечной застройки к комплексному развитию территории и незаконной застройки в республике. Второй межрегиональный экспертный форум «Северный Кавказ-2030. Развитие территории» стартовал в ДГТУ. В программе форума запланированы стратегические сессии по вопросам повышения инвестиционной и туристической привлекательности регионов. Второй день форума проходит в Дербенте, где состоялась презентация мастер-плана развития региона и ознакомительная экскурсия по тур-объектам. Полувековой творческий путь в музей истории Махачкалы проходит юбилейная ретроспектива художницы Жанны Колесниковой. На этой выставке представлена работа, начиная с самого раннего периода творчества и по сегодняшний день. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Работы Жанны Колесниковой хранятся в музеях и в частных собраниях России, Германии, Польше и Франции. Внимание зрителя привлекает ее особая интерпретация. Она начинает свой рисунок с линии звука. Внезапная линия дает решение, дает ответ, дает отгадку для новой картины. То есть только рисунок. Рисунок – это не как сама цель, а как начало какого-то большой картины. Это как бы первая буква вот этого начала. В этой выставке прослеживается история автора и его творческий путь. Здесь собраны графические работы, созданные в разные периоды времени, начиная с 1970 года. Я стала восхищаться мугамами, самой каллиграфией. Мне казалось, что вообще Восток это провоцирует на какие-то новые творческие дела. Когда ты делаешь эти арабески, дальше идут и люди, дальше идет и природа, и натюрморт. От арабески идет, там же пластика. Художница по призванию. Она покоряет сердца зрителя и остается в них на долгие годы. Каждая работа сопровождается текстом, который точно передает настроение художника. Она по-своему видит все. Людей, животных, мир. Она создает свой образ реальности. И она эту реальность делает более возвышенной. Я когда-то начинаю спрашивать своих знакомых, чему вас все затянет, чтобы забыли вы три кубичные дела? Это некрасиво. Вообще у художника всегда тайна. Не обязательно она должна быть обусловлена, программатична, разложена по полкам. Должна быть тайна у художника. Если ее нет, ну это же творение. Мы лично творим. И мы же не рассказываем весь процесс своего творчества, рождение ребенка. Мы не рассказываем, потому что это наше личное ощущение. Поэтому если что-то не досказывает художник, а он же изобразительным средством об этом говорит, значит так и надо. Карим Даниев, Саид Ахмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Фонд «Инсан» организовывает завтраки для детей, посещающих летние курсы в центральной мечети столицы. Ежедневно 2000 мальчиков и девочек с 9 утра до обеда обучаются Корану, Намазу и основам религии. Желающие присоединиться к этому благому делу могут перечислить любую сумму через приложение фонда «Инсан». К нам поступают обращения, звонки, письма и так далее, тех людей, которые тоже хотят принять участие в этом благоводном деле. И мы именно для этого запустили сбор. Именно человек, который пользуется приложением фонда «Инсан», если не пользуется, он может ее скачать в App Store или в Play Market. Просто достаточно набрать «Инсан» и оно появится. Можно скачать и там будет актуальный сбор или же на сайте фонда «Инсан». В Дагестане впервые стартовала Всероссийская спартакиада специальной олимпиады. Ее участники – юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья. Торжественная церемония открытия прошла в Каспийском дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. В течение трех дней спортивные делегации из 13 регионов и городов России сразятся в турнирах под дзюдо, волейболу и бадминтону, а также в их юнифайд-аналогах. Мероприятие проводят с целью развития и пропаганды специального олимпийского движения и интеграции в общество лиц с интеллектуальными нарушениями. Хочу поблагодарить руководство специальной олимпиады России за предоставленное право проводить спортсмен на нашей республике. Я уверен, что это послужит развитию виде спорта специальной олимпиады нашей республики и в России в целом. И, естественно, дружбу между спортсменами. Рыгбистка Байзат Хамидова попытается попасть на Олимпиаду. Дагестанская спортсменка выступит в составе сборной России на отборочном олимпийском турнире. Игры стартуют завтра в Монако. На групповой стадии национальная команда сойдется со сборными Аргентины, Самоа и Мексики. Отметим, что двумя неделями ранее в Лиссабоне российские рыгбистки выиграли первый тур чемпионата Европы. Результативными действиями там отметилась и Байзат Хамидова. К этому часу у нас все. Оставайтесь с нами.